Друзья, всем привет! Здравствуйте! Слава Ютуб! У нас сегодня долгожданный тест, в первую очередь, Джейку и Вахтанга заодно. Джейку с Вахтангом. У меня вообще очень интересный автомобиль. Его амбассадором мог бы быть Джеки Чан. Он и земляк, и звучит как-то схоже очень, но, к сожалению, не он, но, вообще, у меня странная стачка в том, что это суббренд суббренда. То есть, это в какой-то степени внук Черри. Ну, и как следует всей молодежи, он очень современно выглядит, молодежно. Вот это прям отсылка к Майнкрафту. Вот такими могли бы быть машины в детской игре Майнкрафт. Ты, как дед, должен знать, что такое Майнкрафт. Я не знаю, что такое Майнкрафт, к счастью. Да, но вы же знаете, что в Китае у себя на родине этот автон называется Черри. Да, но мы-то не в Китае. Мы не в Китае, да, а у нас он продается в салонах Омоды, и мы несколько раз снимали его статически, но вот сейчас взяли первый раз, чтобы покататься, и подобрали ему максимально контрастную пару. Потому что ведь Джили вышел на российский рынок в 16-м году с Атласом. Вот смотри, какая штука. Черри, когда создавали вот такой кузов, они говорили, мы хотим добавить брутальности, мы хотим конкурировать с Хавел Дарга, ну как-то мы вот, мы хотим вот создать какой-то необычный автомобиль, хотя у нас есть нормальный семерка. Точно такого же размера, в том же классе. Собственно, просто Черри Тигри 7 Pro. Они еще и стиля добавили. Вот мне кажется, эта машина для тех, кто мечтал о лендровере или оранжровере, не накопил, а потом такой, отчет, с рынка ушли, ну что ж, все дело-то непонятно, пожалуйста, давай 3.8 и будет у тебя. Ладно, у Джили в 2016-м году, когда они выпускали этот Атлас, у них задача была намного проще. У них была попытка просто сделать какой-то нормальный автомобиль, чтобы он хоть как-то конкурировал с мировыми грандами. Сказать, что получилось, ну, наверное, получилось. Сейчас все-таки у Атласа и поклонников много, мы видим это в комментариях. И как только мы допускаем себе хотя бы какую-то критику в адрес Джили, вы тут же прибегаете, говорит, Джили, это же Вольво, вот эта вся легенда, вот бла-бла-бла. И, собственно, мы сегодня сравниваем, вот, по сути, китайца старого поколения, 2016-й год, против достаточно свежего. Китайца Джейку появился на российском рынке, да и вот этот кузов в Китае вышел в 2023-м. В 2003-м году. И мне вообще кажется, что, если помнишь, была какая-то история, когда китайские машины клонировали состоявшиеся бренды, но он выглядел максимально колхозно. Сейчас, мне кажется, они вернулись в эту же конву, но намного осознаннее и лучше. Уже на другом технологическом уровне. Да, потому что, если мы возьмем Т-2, он напоминает, Джетур Т-2, напоминает, понятно, что, да, там прям сейчас проследуется новый ДЭФ. Здесь, ну, понятно, что семейство-то одно очень прям сильно отдает лендроверам, в хорошем смысле слова, и для него корни, в коем случае. Да. Не, ну, наверное, наверное, нарядно получилось. И еще один вопрос, который интересует меня, как технаря. Вахтанг сейчас может тихонько зевнуть, и, в общем, все нормально. Я даже не обижусь Вахтанг. Так вот, дело в том, что... Я тупой, что ли, по-тругому? Нет, нет, тебе просто... Просто гуманитарий. В общем-то, синонимичный. Не-не, я просто думал, что мне это скучно. Есть люди, которые там вот выбирают машину глазами. Да, есть люди, которых интересует, какой у нее винтик, понимаешь, там закручен. Да. Вот я такой. А я как раз про эмоции. Вот. Собственно, речь шла про 48-вольтовые стартер-генераторы. Вот он есть у Джили Атлас. По памяти я могу вспомнить еще Танк 500 с трехлитровым V6. У него тоже есть 48-вольтовый стартер-генератор, хотя китайцы это не особо афишируют. И больше, вот мне кажется, сейчас таких машин на рынке нет. И выходят какие-то новые технологии, вот новые кузова. Черри сделали обычные гибридные, но они не смогли поженить их с полным приводом. А переднеприводная тачка деньги на ветер, как вы знаете. Сномет для любовь. Да, но нет. И, собственно, вот мы догадываемся, что Джили будет экономичнее. Может быть, он чуть-чуть выиграет по динамике за счет вот этого гибрида. И удивительно, что свежих гибридных машин вот в таком массовом ценовом сегменте на рынок же практически не заходит. Вот я не знаю, с чем это связано. То ли у нас бензин слишком дешевый, и вас, покупателей, просто вопрос экономии топлива не волнует. Ну вот не знаю, как так получилось, но вот факт, что у старого Джили гибрид есть, у новых Джили гибридов уже нет, и у Черри тоже гибриды нет. Мне кажется, это делается для простоты конструкции. Может быть. Да, Вахтанг, кстати, что у тебя под капотом? У меня под капотом 1,6-литровый двигатель Актека. Нет, 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 открывай. Ты открывай, и мы обсудим. Сейчас оттуда вылетит птица. У меня-то под капотом, ну, не то чтобы проверенный агрегат, но странное сочетание. У меня три цилиндра ведь всего. Три струны для корда Трилада. Да, да, это вольбовский мотор трехцилиндровый, полтора литра, 177 лошадиных сил. Еще у тебя какие-то листья тут под капотом? Плюс тот самый гибрид. Работает, прямо скажем, далеко не идеально. Он периодически подстраивает, подтрахивает водителя, подтрахивает пассажиров, но при этом экономит топливо и неплохо едет. Убертати, малыш. Да. У тебя что? У меня 1,6 литровый двигатель и внезапно канистра масла для китайских автомобилей Рейнвелл. Да, это Рейнвелл Оптимум. Но мы конкретно возим с собой банку 5W40. Очевидно, что современным китайским турбомоторам нужно масло пожиже. Но в линейке у Рейнвелла есть достаточно большой выбор масел. Если вы сомневаетесь, то все просто. Вы заходите на официальный сайт и там же есть подборщик масел. Да, нужно указать марку, модель, тип двигателя и система выдаст подходящее масло, трансмиссионные жидкости. Кроме моторного масла вы там же подберете жидкости и для вариатора, и для робота. И если вам очень повезло, у вас классический нормальный автомат, то у Рейнвелла и такие масла тоже есть. И кроме, собственно, непосредственно лубрикантов, как любят вахтанки, у Рейнвелла есть еще большое количество автохимии, антикор и вот так далее. Я назову это сервисная химия. Рейнвелл как профессионалов идет, специалистов отрасли. И зачастую, если вы как-нибудь сможете прорваться в рем-зону какого-нибудь дилерского центра, там вы сможете встретить бочки масел Рейнвелла. Собственно, оно одобрено, его официальные дилеры могут заливать в рамках регламентного ТО и давать гарантию. Даже в некоторых сервисных книжках автомобилей так прямо написано, лейте Рейнвелл. От такой-то вязкости дошли до этого. Я тебе, как любителю технологичных автомобилей, подарю технологичное масло. Спасибо, Ахтар. Лей. Да, и что касается двигателя, все-таки ты хотел рассказать. У меня 1,6-литровый двигатель Актека. Такой же, как сайт в Черри, выдает 186 сил. Не как у Черри. Не как у Черри. Но мы понимаем, что документы и цифры – это одно, реальности – это другое. Об этом поговорим во время сравнения. Да, собственно, точно такой же мотор можно встретить под капотом XC-TXL. Да. Вот исполнение с 1,6 будет такой же мощности, с таким же роботом и с полным приводом, что важно. Потому что этот двигатель, например, на G-Tour X-Dashing, G-Tour X-70, даже на G-Tour X-90, он используется, но там привод исключительно передний. А здесь привод полный. Здесь полный, да. Ну и, как ты сказал, с роботизированной 7-ступенчатой коробкой. Погнали. Джейку обещает, что дорожный просвет у 7-ки 196 миллиметров. И, собственно, по цифрам выглядит неплохо. Вот эта передняя кромка бампера – здорово, что она не окрашена, и она расположена-то высоко. Она вот прям сильно выше покрышки. Но при этом дальше мощная пластиковая защита двигателя спускается очень низко. И я что-то вот не убежден, что мы пройдем нашу покрышку высотой 20 сантиметров. Пробуем. Да. Но нет. Она вот ровно как лежала, так она и лежит. То есть, ползли по ней плотно. То есть, насчет 19,5 верится с трудом. Обычно как-то, собственно, машины с таким клиренсом, они проходят ее легко. И я думаю, вы видели и слышали сами, что скребет она не только защитой двигателя, но и дальше. Там то ли банкоглушители, то ли задний редуктор, ну что-то там еще. То есть, прям много пыли здесь осталось. Посмотрим, как пройдет Джилия. Но самое главное, что покрышка-то не сдвинулась. Она вот как лежала, так и лежит. Джилия заявляет, что у «Атласа» дорожный просвет 17 сантиметров. Всего лишь. Это очень мало. Высота кромки бампера примерно такая же, может быть, чуть ниже. Но при этом она окрашена. Любые повреждения над ней, конечно же, будут видны. И при этом вот сам бампер, он мягенький. То есть, наверное, если вы куда-то там вот носом впечатлится, может быть, он просто прогнется и не отломится. Пробуем. Контакт тоже был. И пыли на покрышке стало еще больше. И точно так же контакт не только защитой, но и задней частью, то ли там выхлопом. Чем-то вот мы ее прям сильно задеваем. Но при этом она точно так же не сдвинулась. Поэтому я думаю, что объективно говоря, мы можем говорить о том, что дорожный просвет у наших соперников одинаковый. Это круг. Да. Спортивный режим. 186 лошадиных сил. Какой рост? 19 дюймовые колеса. И летняя резина, что ценность. Низкий профиль, кстати, почти. Да. Готов? Раз, два, три. Даже в спорт режиме робот немного задумчивый. Но отклики на руль, они очень приятные. На газ, естественно, не особо-то. Но в остальном прям вот черри-чери. Очень похоже. Все очень похоже. Вот я уже, наверное, раз четвертый здесь проезжаю. И каждый раз меня удивляет то, насколько сильно приходится добить на педаль тормоза. То есть вроде бы, ну, я понимаю, что я резко торможу. А как ты, может, не понимаешь, что ты резко тормозишь? Вот. Понимаешь, и я первый раз, когда нажал, с хорошим усилием нажал. АБС не сработало. То есть мне не хватило сил продавить. И я в следующий раз стал уже прям вот-вот прям с размаху. Вот сколько есть, столько давишь. АБС вроде бы срабатывает. Но там специально есть такой элемент, когда машина тормозит как бы в повороте. И это тест на работу системы АБС. И да, вот прям с садовым усилием АБС срабатывает, но при этом какого-то замедления такого, прям, которого ты ждешь от хороших колес, от современного автомобиля, его не наступает. То ли она кренится и как-то колеса подвывешиваются, она растормаживается. Ну, в общем, с замедлением у него прям серьезные проблемы. Что получилось по времени? Я не знаю. Потому что добавить к речи 29.53. Ну, посмотрим, как будет джили, но я боюсь, что лучше вряд ли. Но вот какого-то прям спорта такого нет. Но при этом она вроде как бы послушная, она вот понятна, ну, не считая вот там не особо эффективных тормозов. А именно вот эффективности тормозов ему явно не хватает. Слушай, вот первое ощущение, я пересел из джейку в джили. Кресло прям сильно плотнее, прям вот боковая поддержка, она явно более выраженная, потеснее. Кто-то это ощущает именно как тесноту в автомобиле, но я это ощущаю как некое проявление спортивности. Руль тяжелее, прям вот заметно. Как-то поплотнее настроен. Естественно, спорт режим. Я, в свою очередь, наоборот. Вот на этой спинке сижу, как будто бы вот так. Спина колесом и хочется туда провалиться поглубь, чтобы быть поуверенней. А точка касания... Ты буквально три позвонка касается спиночку. Здесь? Да. Есть шанс, что я улечу отсюда. Ну, смотри, а ты пристегнись. Я прицепился. Давай. Раз, два, три. Старт задумчивый. Ох, ох. Хе-хе-хе. Два автомобиля. Такое ощущение, что он подруливает задней осью куда-то. Не туда, куда было бы надо. О-о-о. Давай, 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 давай. О-о-о. Ну, тормоза... О-о-о-о. Наверное, чуть лучше, но прям так на... О-о-о-о. О-о-о-о. 29,99. Фуф. Но... Медленнее, чем... Да, четыре десятки. Не знаю. Но это два неспортивных автомобиля. И вот не дай бог вам на нем где-то придется... От полиции удирать. Да. Либо просто вот... Вы спрашиваете регулярно, зачем? Я же купил кроссовер. Мне вот просто пенсионерить. Но, не знаю, там кто-то выбежал на дорогу. Да, вот нужно объехать препятствия. Ведь этот тест, он не про моторы. Да, у нас трасса достаточно извилистая. Это тест именно про способность автомобиля поворачивать. И здесь... Ну, получается, что вроде как Джейку чуть-чуть быстрее. Хотя, на самом деле, конечно... Учитывая разницу в возрасте между этими автомобилями... То логичнее, что тот побыстрее. То должен быть быстрее. Да, потому что здесь чувствуется, что кузову жесткости не хватает. Еще что-то. Он прям такой какой-то. Но при этом здесь комфортнее. Я думал, что сейчас меня начнет здесь разматывать по салону. Несмотря на то, что я касаюсь тремя позвонками из всех. У него больше кренов. Он ощущается более старым. Но при этом он не так катастрофически проигрывает. Вот. Не знаю. То ли помогает гибридный модуль. То ли Джейк у нас только вот недонастроен. Там и резина шире. И здесь 18, там 19. Но все это в совокупе дало нам там какие-то сколько там? Четыре десятки. Да. Четыре десятки секунд. Просто ретроградный Меркурий. Вот. Если честно, я бы сказал пол балла в пользу Джейку. Но именно балла, вот такого полновесного, которого ты ожидаешь от более брутального и более современного автомобиля, мне кажется, Джейку не заработал. Именно старают не конечные цифры, а вот в целом весь заезд, общение от машины, управляемость и все прочее. Ты согласен получить не полный балл, а половинку? Я согласен, что все равно это какое-то преимущество. Хорошо. А сейчас про багажники, но перед этим хочется немного поговорить о красоте. Не надейся ни о твоей красоте. Жалко, я в барби-шоп ходил, бороду себе причесывал, а ты не оценил. Напрасно. Надеюсь, ты оценишь хотя бы изыске дизайнерского автомобиля. Все как классно выглядит отсутствие дворника. Он есть, не надо очернить автомобиль, он есть, но он спрятан на манер элитных британских автомобилей. Он, как это у вас называется, с подспойлером. Да. Это нарядно. Просто ты смотришь, чистый образ. Здесь дворник. Вроде бы нормально. Как похорошела Веста, когда они убрали накладку на номер, на подсветку, так же и здесь. Все лишние какие-то накладки, они простят. Здесь этого нет. И даже классно, что эмблема, и она же фирменное описание, вот там, под стеклом. Ну, это как минимум проще мыть. Проще мыть и как-то отдает каким-то шаттлам. Да. Что-то космическое. Все хорошо, но мы все-таки про багажники, Вахтан. Да. Давай, на перегонки. Раз, два, три. Мой багажник открылся. Да, а мой открылся выше. На максимум своих возможностей. Но машина восточная, поэтому поклон никто не отменял. Вахтанка, а багажник где? У меня вот тут такая обманка. Казалось бы, багажник небольшой, но у меня есть заяц в рукаве. Смотри, раз, шторочка поднимается, вот эта штуковина вытаскивается, ставится сюда. Мы имеем полноценное багажное отделение размером 86 на 98. На 41. Какой 41? 41 по высоте. По высоте, да. При этом практически прямо здесь. Здесь очень классные есть ниши для всяких мелочей. А еще одну из полок можно эту или ту поставить вот сюда. Пожалуйста, вози рассаду сколько тебе влезть. Где ты можешь сюда переехать? В общем, получается… Да. Собственно, можно выбрать такую комплектацию J7, когда у тебя не будут шторки, а будут три полка. Третья полка, которая позволит здесь дополнить первый ярус, положить второй. Да, полноразмерная запаска на диске. Абсолютнейшая полноразмерная. Да, и разделить волк, зайца и капусту в загадке. И все спокойно возить. Да. И много, кстати, еще у меня здесь маленьких приятностей. Крючки, розетка на 12 вольт. У меня тоже есть крючки, розетки. Нет. Есть вот такая вот ниша для незамерзайки, есть тайничок. Да. Но самое главное, знаешь, что у меня есть в Ахтанах? У меня есть багажник. По длине больше, ну, на 3 сантиметра она побольше. По ширине вот здесь вот между арками в самом узком месте 12 сантиметров. Вот настолько багажник больше. По высоте он тоже имеет преимущество, там, несколько сантиметров. Да, у меня узенькая докатка. Да, у меня вот здесь вот прячется 48-вольтовая батарея. Но багажник-то больше. У тебя автомобиль для взрослого человека. Мы видели, что мой для игроков в Майнкрафт. Поэтому сюда должен поместиться лонгборд, запас жидкости для вейпа и достаточно. Да. И можно ехать. Но на самом-то деле я изначально думал, что я заберу честный балл. Ну, просто потому, что у Джили багажник больше. Но, учитывая полноразмерное запасное колесо, никому не нужную 12-вольтовую розетку и вот эту вот всю трансформацию. Модульность, мультимодальную конструкцию. Я думаю, что я имею право на пол зерна хотя бы. Ну, наверное. Мне кажется, будет честно отдать преимущество Атласу. Это очевидно. Но пол балла, а не полновесный балл. Я согласен. Спасибо. На добром слове. Мы собрали наших конкурентов сегодня прям вот идеально точно. По длине колесной базы мой Атлас уступает Джейку 2 миллиметра. Попрошу перепразировать. Моему Джейку, твой Атлас, моему Джейку, раз то, что ты их переписываешь. Моему Джейку. Да, но я даже не могу изобразить на пальцах 2 миллиметра. Это неуловимо. Слава Богу, что нам нечем изобразить 2 миллиметра с тобой, Игорь. Повезло. Да. Но что касается места сзади, в Атласе с этим всегда все было хорошо. Над головой вот прям ладонь на ребре еще даже остается. Подо мною тишина. Как там Пелкипелов? Ступни спокойно совершенно вот там. Да. Диван, как обычно, по старой доброй китайской традиции неудобный. Я по-прежнему не понимаю вот эти гонки дивана за коленками. Мне всегда было нормально так сидеть. Может, я ни разу не сидел. Коленки неправные. Просто сидите подпирают. Да. Удобно, что подогрев сиденья прямо вот здесь. Вот это классно. Я хочу искать. Есть воздуховодики. Вот все по-человечески. Снизу пара USB, кармашек для мобилы. Атласа в Атласе. Решетка. Разве что отделка, наверное, простовата. Вот этот пластик сверху мягкий, но дальше все осталось. Вот вставка мягкая тоже хорошо. Вот эта жесткая, но утилитарная. Вот смотри, я нажимаю с когтищами, она не подерет тебя. А нечего возить женщин с когтищами на заднем сиденье. Пусть они ездят спереди. Там все вообще обдерут. Стыдно будет потом мужиков возить. Да. Вот здесь жесткий пластик. Удобно для детей. Вот для женщин с когтищами. Женщин с когтищами и парень с сапожками. Мальчишечка маленький. И они машину не испортят. Сидят тут в своей экосистеме. Есть. Обрати внимание, диодная подсветка. Объединенная. Ну, наверное, из недостатков я бы сказал, что нет, ни люка, ничего. Но кому-то это нравится. Я уверен. Пойдем посмотрим. Некая камерность есть. Пойдем посмотрим на люкс настоящий. Игорь. Обратил внимание, как удобно садиться в этот автомобиль. И ты точно не спаешь какие-то штаны. Наверное, да. Я тоже люблю, когда двери закрывают пороги. И у Джейку это есть череная товарища. В твоей машине перемазался, кстати. Ну, прости. Но при этом, представь, вот ты везешь детей. И если в атласе был жесткий пластик, то здесь просто дермантин. Забавно, что есть сразу три кармашка. Но при этом, собственно, вот эту часть проще перепачкить и сложнее убрать. Ноги подвязать вниз грузиками, чтобы они были в коленчах согнуты. И в озеро. Как итальянцы, ноги в бетон поплавочек делали. Да. Место для ног. Примерно. Только же. Над головой. Но учитывая, что есть люк. Поменьше. Но все равно четыре пальца достаточно. Если до стеклянной крыши. Во-первых, она есть, что важно. У тебя нет. Ну, обратите внимание, какие классные дверные карты в этом автомобиле. Да. Они прямо произведения искусства. Один воздуховой, а не два. Ну, что ж. Зато можно договориться. У меня тоже есть подогрев. Есть и USB-шка, и Type-C. Такой же кармашек. Очень близко. Мне кажется, наверное, ничья. Но в защиту когтистых девок, смотри, здесь защищена верхняя. Но все остальное. Что с тобой сделали когтистые девки, если ты прям... Мы ранее следы оставили, наверное, здесь. Видишь, какие полосочки. Вот. Это что мы сделали когтистые девки. Тяжелый. Вахтанг. Сочувствуем. Да, но что касается автомобилей, я думаю, что честно, будет дать ничью. Вахтанг, ты чувствуешь себя в салоне премиального автомобиля? Ну, первое, почему я всех почувствовал, это тишина, которая в салоне. За счет акустического лобового стекла трехслойного и несколько двухслойных, по-моему, боковых огон. И это прям дает ощущение тишины. Так вот, для понимания, если в абсолютном значении, то, мне кажется, радио можно слушать на 4 и будет комфортно. Слушай, ну, Atlas тоже, он более-менее тихий, но при этом он, естественно, он все-таки шумнее, наверное, да. И, кроме прочего, у него еще ощущаются вибрации. Вот от трехцилиндрового мотора на небольших оборотах, там, до 2000. Вибрации к нему приходят ощутимы. По шумке, ну, окей, да, он шумнее, но там не фатально, то есть это не особо глухая тачка. Нет, в этом очень хорошая шумизоляция, и на этом фоне даже вот звучки поворотников, какие-то вот внутренние звуки, они как-то прям... Знаешь, есть такое, на Ютубе такая история, как ASMR, всякие шепоты, звучки разные, которые расслабляют. Вот здесь точно так же все эти вот технические звуки, они расслабляют. Мне очень хочется отметить салон, его дизайн, он прям повторяет. Экстерьер машины выдержан в том же стиле, не везде, так это и есть. Вот эти вот прямые ломаные линии, какие-то на рассчитан брутальные ручки хромированные, открытый крепеж, массивная рукоятка открытия-закрытия дверей, какие-то колонки, прикрученные практически вот так вот, прям на панель. Очень классно сделано. А торпеда, между прочим, напоминает мне 24-ю Волгу, ну или Порше, вот этой своей вставочкой. Слушай, ну не знаю, мне не очень нравится вот такой вот брутальный стиль. Вот это не мое. Я, в принципе, наверное, не купил бы себе тачку вот за ее такой внешний вид. Но при этом я поражаюсь тому, насколько учили гибкое производство, понимаешь? Там никто из немцев, даже, не знаю, Volkswagen, у которого огромное количество разных брендов, да, они всегда стремились к унификации всего. Вот любой болт, если его можно от Skoda прикрутить в Audi, его прикручивают. Там в Bentley всегда. Здесь наоборот, понимаешь, кузов абсолютно уникальный, да, интерьер абсолютно уникальный. И это очень круто. При этом тиражи, на самом деле, этих моделей, они же не особо велики. Но при этом вот, ну ребята могут сделать действительно разные машины. И это очень эффектно, это очень круто. Atlas... Вот у меня к нему нет каких-то особых претензий. Мне нравится кресло, такая плотненькая посадка. Да, мне кажется, в Jake'у кресло как-то широковато, и посадка не такая удобная. Мне кажется, в Atlas'е сиденье удобнее. Ну вот этот вот брутальный стиль, мне кажется, в нем есть что-то мальчишече. Вот какая-то, какая-то игрушечность в хорошем смысле слова. Мне нравится. Но насчет уникальности, прям с языка снял. Тут есть какие-то небольшие пересечения с иксидом, там, в виде руля, там, немножко от моды. Но это прям чуть-чуть. Действительно, вот у того же вага, где есть там кнопка стеклоподъемника у пола, который только что я подрезал. Вот такая же в Porsche будет стоять, и это как-то простит очень сильно. Кресло, да, но зато я вот в самом начале сказал, что они похожи, что машина чем-то отдает рейдж-роверам. И вот тут точно так же есть. Это вот белый кант по периметру сиденья, он прям рейнджит немножко. Но сиденье не так плотно обнимает, как в Atlas'е, но при этом оно вполне себе комфортное. В нем есть какая-то кресельность домашняя. Вахтан, у меня на сиденьях есть вставки под карбон, представляешь? Для тех, кто описывался, чтобы было легко протирать. У меня нет вставок под карбон, у меня есть подогрев, понятно, и вентиляция сидений. Мне, с одной стороны, нравится, что в джиле я могу вывести нормальный круглый тахометр. Хорошо, один прибор, но с нормальной круглой стрелкой. У тебя вот на приборку ничего человеческого вывести нельзя, к сожалению. Да, нельзя. И у меня вообще очень много что-то запрятано в экраны. И хоть я это не очень люблю, но экраны настолько большие, что никаких сложностей с интуитивным пониманием, где находится сталинная опция, нет. Ну, традиционно какие-то важные вещи вынесены на кнопки сюда. Подогрев, кондиционер, подогрев стекла. Но есть шайба выбор режимов аналоговая. Ну, вот мне в Джейку нравится большой этот вертикальный экран. И после того, как Дженя разобрался и понял, что у него есть сверху два свайпа. Снизу свайпом ты разворачиваешь климат, а сверху из левой и с правой части экрана у тебя разные свайпы. Вот когда я с этим разобрался, то дальше, в общем-то, жизнь наладилась. Ну, да. Тут один раз надо сделать, может быть, два. И станет понятна логика управления и, в общем-то, вопросов вызывать не будет. Круто, что у Джейку есть полноценный Android Auto, выводится навигация, вот все-все-все. Здесь есть Carbett Link, ну, это значительно менее удобная штука. Ну, и, собственно, экранчик, естественно, центральный поменьше. Но приборка лучше у меня. Ну, нужно отдать должное архаичности Джили при его одновременной современности. Вот это тоже большое умение сделать салон, чтобы он навеивал что-то такое вот мулдскульное, олдовое. Но при этом он был относительно технологичным и удобным. Ну, на самом деле, вот так вот по чесноку в Джилле за свои деньги я считаю, что все необходимое есть. Ну, вот кроме разве что Android Auto. У тебя и адаптивный круиз-контроль, и вот все-все-все это есть. И этого вполне хватает для жизни. Есть, ну, нет, наверное, подогрева лобового стекла. Хотелось бы, вот полноценного, как есть у тебя. Но вот с точки зрения безопасности тут все продумано. Но при этом Джеку явно жирнее. А проекция на лобовое у тебя есть? У меня вот есть. Правда, мне кажется, это только в полной комплектации может быть. Поэтому я думаю, что я заслужил полноценный балл. Из-за оснащения, дизайна, ну и просто какой-то современности. Да, и что касается расхода топлива. Тут очень забавная ситуация. Если вы катаетесь в городе, то джилле, скорее всего, окажется экономичнее. Потому что работает 48-вольтовый стартер-генератор. Потому что есть стоп-старт. И, собственно, вся эта гибридная надстройка, она помогает чуть-чуть экономить в городе. Если мы катаемся по трассе, то там выясняется, что мотор Джейку, он поэкономичнее. Вот именно на трассовых режимах почему-то... Я много ездил и на том, и на другом. Уж не знаю, связано ли там с количеством цилиндров, еще и с чем-то. Может быть, просто с каким-то общим совершенством автомобиля. Джейку на трассе ест поменьше. Ну что ж. Джили Атлас. Разгон с места до сотни. Машинка у нас хорошо обкатана. Пробег 25 тысяч километров. Пробуем. Естественно, спорт-режим. Здесь надо обязательно нажимать на кнопку. То есть поворачиваешь, выбираешь режим. И потом еще надо сверху нажать для подтверждения. Пробуем. Старт, значит, это не очень. 5 тысяч на первой передаче. Всего лишь 5,5 на второй. 10,1. При обещанных 9,9. Да, в общем-то, ну, наверное, так она и должна ехать. У нас на каких-то заездах было там 9,8. Ну, в общем, порядок цифр, он примерно понятен. Наверное, 10 секунд. Я бы сказал, для кроссовера, ну, нормально. Да, там, без особого избытка. С пониманием того, что сейчас я еду один в машине, да. Соответственно, если она нагрузилась, то будет там, ну, секунд, наверное, 10 секунд. 12-13, если у вас там 4 человека в салоне. Вот так вот. Джейку обещает быть на секунду быстрее. Посмотрим, так это или нет. Итак, проверим до 100 км в час, насколько эта история. Значит, напомню, у меня 186 сил. Это на 9 больше, чем у Игоря. Режим это. Спорт-режим. Режим спорт. Ну, больно. Обычно черри и все это семейство превосходят самих себя. Посмотрим, что сделали с Джейку. Ну, учитывая, что мотор и трансмиссии, что мы имеем до 4,3 до 60 и 9,4 до 100. А сейчас динамика. Так как у Вахтанга больше мощности, у него в салоне тоже больше мощности. Вместе с ним сидит Женя. Стартуем в спорт-режиме. Вахтанг готов? Да. Три, два, один. Пошли. И... Вот первый рывок Атлас делает отличный. Но потом, вот он постепенно, постепенно он меня сожрет. И это при том, что у него сидит Женя. Если бы мы пересели обратно... Практически был Игорь Дерби. Да, но с поправкой на то, что у тебя сидел Женя. Мы, на самом деле, с тобой же точно такую же картину наблюдали, когда мы сравнивали этот Джили Атлас с Черри Тига 7 Pro Max. Джили сначала за счет гибрида чуть-чуть вырывается вперед, но потом постепенно Черри его настигает. Я ждал, что сейчас с более мощным мотором результат чуть-чуть изменится. Но, видимо, нет. Видимо, у Черри те самые 186 лошадиных сил, что и сейчас у Джейку. То есть, скорее всего, по бумагам там было что-то меньше, а фактически вот они тут и раскрылись. Предлагаю повторить еще разок. Давай, цепляйся его ушами. Три, два, один. Пошли. Вот он, первый рывок. Вот по чуть-чуть, но я вытаскиваю. И все. Здесь, смотри, на твою машину кажется, что ничего не происходит. А дальше он уходит. По чуть-чуть. То есть, тут проигрыш, если он и есть, то... Ну вот, на повороте я обогнал тебя. Он мне кажется, что притормозил. Собственно, ну, если мы Женю высадим от тебя, да, то ты все-таки уйдешь. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но постепенно Джейку затащат. Так же, собственно, как и было с Черри. В Черри же была точно такая же картина. Вообще, в какой-то момент мне кажется, что я немножко отстаю, там, ну, прям вот на какие-то сантиметры. А потом медленно начинаю набирать, набирать и обходить тебя. Но все так и есть. Вначале мне помогает гибрид. Он помогает выйти мотором, пройти ему турбо-яму. Он помогает раскрутиться снизу. Вот. А постепенно, собственно, там то ли мощность сдувается, то ли... То есть, первый рывок на Джиле лучше. Но для обгона, скажем, этого рывка недостаточно. То есть, чуть быстрее ты выходишь на обгон. Но если мы рассмотрим там дистанцию хотя бы там 100-200 метров, которые тебе необходимы, чтобы обогнать автомобиль, я боюсь, что Джейку все-таки имеет преимущество. Мы, друзья, замерлили дорожный просвет, и он одинаковый. Над покрышкой все проехали, что совершенно одинаковая. Но пора бы испытать этот просвет не на эфемерных каких-то неровностях, а вот прям по дороге, где этот просвет должен быть и играет ключевую роль. А весной на дачу часто дорога выглядит вот так. Сейчас проверим, насколько полноприводные наши машины со всеми. вот этими примочечками, Ardis-системами и всем остальным могут по такой мыслянистой глине ездить. Надеюсь, они не потонут, в смысле наоборот. Надеюсь, они потонут, потому, что не тонет, знаете сами что. режим грязь. Я включил режим грязь и еду по грязи, что в общем логично. на всякий случай, потому что что ждет нас дальше, непонятно. Тут вроде как грунтовочка, не предвещающая ничего, а вот там лужа огромная. А за ней уже все размыто. И вот есть все шансы. Как говорят создатели, можно переключать режим на ходу, и они включаются очень быстро. Лучше заранее это сделать. Что-то щелкает страшно, а машина не едет. Я включу режим грязь. Но, ко всем прочим, у меня летняя резина, совершенно не предназначенная для грязи. Сейчас, конечно, запахло шутками про прокладки, но можно их себе поменять. Хотел бы порадоваться, что автомобиль едет, а он едет только назад. А вперед не едет вообще. Машина ехала прям нормально, но все эти системы отрубают подачу газа, и в какой-то момент она прям сработала не в пользу. Я прям хорошо шел, но вот эта вот интеллектуальная система, забыл слово снова, сокращение ее, она просто отсекла газ в какой-то момент, и всю инерцию, которая у нас была, мы погубили, а жалко. Прям слышны щелчки из срабатывания крылья. Предупреждая, опереждая тех, кто начнет писать, давай в раскачку, да любая баба здесь выехала в раскачку, и ничего не получается, не раскачивается. Игорь приехал меня вытаскивать. Вот он стоит. Сейчас они достанут трос. Собственно, наш мощный трос, он с нами, и сейчас мы будем извлекать отсюда вахтанга. У Джейку и спереди, и сзади буксировочные проушины надо вворачивать, и проушина она, естественно, одна. Поэтому, например, там надо выбирать, тащить машину либо назад, либо вперед. У Атласа все интереснее. Сзади проушину вворачивать надо, а спереди она приварена к усилителю. Так что теоретически он может быть там в середине бутерброда, например. То есть теоретически Атлас может и тащить, и быть вытаскиваемым одновременно. Там идет целая спасательная операция по вкручиванию винта. Вон Игорь притащил гигантский трос, коем сейчас прицепят. Главное, чтобы было за что крепить. Известны случаи, когда крепилка находится в боксном виде. Но при этом надо сказать, что буксировочная проушина запрятана достаточно глубоко. И если бы мы посадили Атлас, если бы он уперся кромкой бампера, то извлекать его было бы достаточно сложно. Петля вот здесь вот. На ощупь найти можно, но если машина именно застряла, то нырять туда с головой, наверное, не очень приятно. Вахтанг, прием! Вон Игорь, вот вытянулся и поехали. Прям хорошо иду. Как будто так и должно быть. И даже здесь уже сухая трава, но под передними колесами вот что. Вот такая вот. И поэтому машина-то назад не едет. И так, а теперь мой черед застревать. Надо признать, что у меня более зубастый зимний, не шипованный резин. Атлас достался вот еще как бы в зимней спецификации. И я сейчас сознательно встаю в ту колею, по которой полз Вахтанг, чтобы понять, это отличие в автомобилях или в чем-то. Но повторюсь, у Черри было ощущение, что как-то привод работает не так хорошо, как у Джили. Вот я стою, вот ровно та же колея. Мы знаем, что дорожный просвет у нас примерно одинаковый. И при этом здесь электроника мне помогает. У меня выключены ESP. Но при этом я чувствую, как она похрустывает. И это скорее даже правильно. Она не мешает буксовать, она не ограничивает мощность мотора. Я вот могу держать любые обороты, да. Вот. И в то же время она перебрасывает момент. Она подтормаживает буксующие колеса. Я могу дать больше газу, могу дать меньше газу. Это мой выбор. Так. А вот, мне кажется, дальше там уже как-то низковато. И я... Да, я уже цепляю брюхом. Я там уже сколько-то сошлифовал. Попробуем проскочить. Ну, в конце концов, вахтанг. Рядом. О! Вот она! Вот она моща. Там, где вахтанг сидел, атлас едет. Да, скользко, да, непросто. Но управление тягой, собственно, работа полного привода, она у атласа все-таки сделана лучше. Вот сейчас земля, действительно, она почти полностью оттаяла. И прямо она, конечно, кашится. Но здорово то, что вот на кроссовере, там без железных балок мостов, без ничего, они так или иначе перебут. Я так или иначе куда-то лезу. Я считаю, что это уже неплохое достижение. На стандартных, пусть и зимних колесах, здесь можно баловаться. И, кстати, именно поэтому себе на джету я на лето взял не обычные летние шины. Ну, потому что они вот за пределами асфальта не могут ничего. А даже проиграв на бездорожье, по сумме баллов в итоге я победил. Но есть маленький нюанс. Мы вначале не раздали баллы за цену, а раздать их, очевидно, надо. Да, джейку побогаче, покруче и так далее. Но при этом атлас подешевле. Не важно, сравниваем мы цены за кат, сравниваем мы цены после скидок. В любом случае 3, 4, а то и 5 сотен при покупке атласа можно сэкономить. Я думаю, это полновесный балл. Да, тут сложно с этим спорить. Какими бы не были покупатели, но 500 тысяч рублей – это большие деньги. Да. И вот тогда мы приходим уже к ничье. И тут опять-таки нюансы на кончиках пальцев. Вот посмотри внимательно на рисунок, который нарисовали на твоем автомобиле и на моем. У меня акварельная экспрессия. Да, да. Видно все такие мелкие-мелкие капельки. Но, естественно, это в первую очередь вытекает из летних шин, которые ни разу не подходят для кроссовера. Да, в принципе, для какой бы то ни было попытки съехать за пределы асфальта. А так как у меня… А у тебя пастозная живопись это называется. Правда? Я… Новоктанк на самом деле художник. Исходя из вот протектора вот этот вот набрасывающий. То есть, у меня даже на крыше вот здесь вот на верхней, на плечевой зоне, много таких больших шмотов грязи. Даже аппликация вот у тебя есть тут. Да, да, да. Гербарий. И, собственно, на бездорожье атлас лучше. С точки зрения багажника он тоже выиграл. Там пусть немного, но выиграл. Джейк выиграл динамику. Динамику, багажничек, половиночку он взял за конструктивные все эти вот свои фишечки. Да, он победил на змейке, собственно, ну такой более управляемый, более драйверский, более динамичный автомобиль. Потому что он по жизни победитель. Да. Что еще нужно тинейджеру? Тинейджеру нужен айкос, вейп и модные подсветки везде. Вот, вот. Вот все вот это есть у Джейку. Друзья, теперь остается самый главный вопрос. Что из этих двух автомобилей выберите вы? Стильный, модный, молодежный, как сам Вахтанг и есть. Джейку. Аж касался даже я. Либо пенсионерско-дачный автомобиль. Утилитарный, прагматичный, колхозный. Как я. Не хочу, чтобы эти два вместе слова состояли. Не в этом смысле. Ну, так получилось. А теперь, Игорь, главный нюанс. Я отсюда уеду с чистыми руками и в чистых штанах. Потому что у меня ручка во время езды была убрана и вот там чисто. Максимум я могу перемазаться в краске, но не в грязи. Смотри, чистый порог, чистая совесть. Как ты можешь выезжать отсюда? Ты уже шел и закатал даже. Не напрасно я смотрю. Да, я подкатал штанишки. Но, Вахтанг, я согласен. Я, естественно, поеду как колхозник с грязными дверными ручками. Пороги регулярно пачкают джинсы, неважно любые брюки. Есть такая проблема, но на тебе сматывание грязного троса. Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. И кроме YouTube канала у нас еще есть Dzen и Telegram. И там, кроме автомобильных тестов, есть еще и большое количество свежих автоновостей. А еще мы есть в интернете. Субтитры сделал Dzen.